Всем привет! Давно не виделись. Надеюсь, вы не успели соскучиться. Судя по тому, что никто до сих пор не присоединился во всех свои прекрасные воскресные дела. Между тем, мы сейчас поплывем на остров Сан-Ладзаро-дель-Армени, на который ходит один вопарент и не вполне по расписанию. Надо звонить и заказывать его. Но вот через несколько минут он тут плывет и нас заберет. А пока мы имеем время рассмотреть, что у нас тут вокруг творится. А творится у нас тут вот такой вот странный Эрмены Джильда Дзенья, который рассматривает сам себя, если считать, что на картине, на фотографии Дзенья. Соответственно, это церковь Пиета, в которой служил Антонио Вивасе, Хармейстером. Нам тем временем подали нашу лодочку. Сейчас придется в нее грузиться. Лодочка не впечатляющая, но, в общем, и правильно. Она обслуживает очень короткий маршрут. Вот здесь, причала Сан-Закария до острова Сан-Ладзаро с остановкой на университетском острове Сан-Сервелло. Вот мы смотрим на кривую колокольню. Это Гречи. Это греческая церковь Сан-Джорджио де Гречи, которая построена, как я уже рассказывал, беженцами из захваченной турками Византии. Ну, и канал тоже называется Рио де Гречи. А вот эта церковь, где служил Вивальди, это Пиета. Значит, он там был хармейстером, а хористками там были девочки из сиротского приюта для благородных девиц, расположенного позади. Там был, собственно, знаменитый турникет, куда плали младенца, поворачивали, и младенец оказывался на территории конвента. Я заранее приношу вам извинения за сильный ветер. Я его не очень контролирую, так что если он заглушает вам звук, то придется с этим мириться. Вот сейчас мы смотрим на Сан-Джорджио Маджоре, на монастырь и собор. Собор построен Андреа Палладио, а остров отжали у патрицианской семьи Меммо монахи в веке эдак в девятом, чтобы сделать здесь монастырь, так что он очень старый, и церковь здесь стояла давно. Значит, дальше мы видим такой вот куполочек, куполочек без колокольни. Это тоже у нас Палладио, это у нас церковь Дзиттелли, а дальше Реденторо, церковь Искупителя, снова Палладио. Казалось бы, он мало строил Венеции. Вот здесь замечательная церковь Санта-Мария-де-Ли-Салюта, для постройки которой миллион сто тысяч балок колотили в дно лагуны. А здесь знакомые уже очертания Сан-Марко, дворец Дожий, тюрьма Колокольня. В общем, пейзаж довольно знакомый, но незнакомый начнется вот вот. Сейчас мы проходим мимо острова Сан-Джорджо-Маджоро, огибаем его, и он впереди нас уже появился. Когда мы на нем пристанем, будет возможность рассмотреть его в пейзере. А это пока Марина. Марина при Сан-Джорджо-Маджоро. Это колокольня, на нее всегда можно подняться. Там есть лифт, там нет очереди. И в отличие от Сан-Марко, стоит она 6 евро, а не 8. Но, как и Сан-Марко, никаких скидок, никаких карт Венеции, никаких общих прав. Но зато вход во все остальные музейные храмовые комплексы на острове Сан-Джорджо абсолютно для посетителей бесплатен. Если кто считает деньги потраченные на прекрасное, то Сан-Джорджо это как раз для него. Но то, что билет же не допустит, короче, никакого моста между Сан-Джорджо и Венецией, а также Сан-Джорджо и соседей, все так и не существует. Что, вам правда не слышно ветра, а слышно меня? Потому что мне ветер очень сильно дует сейчас. Итак, вот мы проплыли Сан-Джорджо. Но позади него есть остров, на котором долго строили и даже, смею предположить, построили. Это пока Сан-Джорджо, остров следующий, Грация вот там. И там строили, и кажется, построили пятизвездочный ресорт, о котором никто не знает, которого никто не видел, кроме тех людей, которые в нем, собственно говоря, останавливались. Теперь давайте перейдем, посмотрим на наших попутчиков, и перейдем на другой порт. С этого порта нам видно, вот, видите, колоколец. Это тоже Паллодианское здание. Это Сан-Франческо де Винди, Святой Францисский виноградник. Судя по небу, уходит нехилая гроза. У нас сейчас некое время. Потом вот дальше у нас идет канал Арсенала, выходит в лагуну. Да, ветер очень мешает в небо, поэтому странно было бы, если бы он не мешал вам. Значит, вот здесь вот зелень-все зелень, это Сан-Эмьяна. Это приобретенный нашим соотечественникам, первым префектом Северного административного округа, господином Кораблиным. Он купил клуб Венеция для того, чтобы купить его стадион. Но ему не дали ничего на стадионе открыть. А вот сейчас посмотрите на Белую башню. Это колокольня бывшего кафедрального собора Сан-Гедро де Костелло. Мы с вами там были, мы его разглядывали. Отдельно разглядывали в темноте, отдельно разглядывали на свету. А вот сейчас я укрылся от ветра за будкой наших капитанов. Поэтому, по идее, сейчас ветра не должно быть. Мы плывем на остров Сан-Ладзаро-де-Армении. Значит, название Сан-Ладзаро подразумевает, что это святой лазарь, что там был монастырь, промышляющий медицинскими услугами или карантином. То есть, изолятор для людей, которых считались, с одной стороны, неисцелимыми, а с другой стороны, общественно опасными. И когда, значит, Наполеон Бонапарт реквизировал монастырскую собственную, в том числе недвижимость, закрыл лазареты, так сказать, закрыл монастыри, то он подарил армянской секте, секте мхитаристов. Вот сейчас название на лазарь, потому что, как вы видите, на этом зале не будет. Мы не наплываем, поэтому он не наплывает. Хорошо, как вы видите, вот сейчас я повернул, но вот у нас там Сан-Сервулю, на который мы доплываем в первую очередь. На этом острове тоже был большой монастырский комплекс. Вот видите, вот мы сейчас смотрим сзади на Редеторе, Маладьевский, который все время я вам показывал со стороны фасада. Сейчас мы его видим сзади. И Дзителье тоже сзади. И странный, странный проекции Санта-Мария-де-Весалюне. Вот мы смотрим на этот остров с звездочной гостиницей, куда без собственной лодки редко как доплыть. Потом нам дальше есть потрясающий остров, где был сначала чумной лазарет, а потом там устроился сумасшедший дом. А сейчас этот большой монастырский комплекс заброшен. Можно туда доплыть на собственной лодке и бродить. В общем, Андрей Арсеньевич отдыхает со своим сталкером. До какой степени это там зона. Значит, вот вы видите, ветер утих. Вот мы смотрим также на острова Лазаретту-Веккио и Лазаретту-Нуова. Новый и старый лазарет. Сады, к ним все время приходилось строить эти монастырские комплексы, чтобы кого-то в них содержать. А вот такое совершенно идиллическое Сансерверо. Это, видите, здесь много всяких монастырских зданий, которые преобразованы. Вот здесь у вас полный список всего, во что эти монастыри были преобразованы. на Сансерверо. Огромное количество учебных учреждений, учебных заведений, международный... Международный венецианский университет, разные учебные фундасьоны, в которых, чтобы учиться, можно получить грант. Многие люди там учились разному. Тут учат и кинематографии, и реставрации, и фонд. И, в общем, нет предела тому, чему здесь могут учить, потому что много учебных заведений разных, которые содержатся на деньги богатых фундасьевных, богатых фондов, задачи которых поддерживает образование. А вот, собственно, вам маршрут. Маршрут нашей поездки на хорошем армянском языке внизу. Значит, вот мы плывем на... В аппарате, правда, не 15-10, мы плывем на аппарате 14-30, а возвращение в 17-25, собственно. Так вы можете знать, сколько времени займет. Потому что приплодил вас на Сан-Пазару. Остается-то надеяться, что там чем-нибудь кормят. Потому что... Сейчас еще нет берега, а потом там вообще-то выйдет. Вот. Видите, у нас впереди показался тот остров Сан-Ладзаро-Делья-Армения, на который мы плывем. И вот. На нем такая колокольня. Локольня-Сан-Ладзаро-Делья-Армения. Она знаменательна. Она знаменательна тем, что на ней служил звонарем товарищ Сталин Иосиф Виссарионович, когда после после ограбления в Адваре он сбежал в Европу. Сначала Иосиф Виссарионович пытался устроиться носильщиком в гостиницу в городе Анкона. А потом, когда его носильщиком в партье не взяли в Анконе, то он прибыл в Венецию и стал устраиваться здесь звонарем в Махитарийский монастырь Святого Лазаря на вот эту колокольню. Сейчас нам осталось 200 метров до этого острова. Как только мы подойдем ближе, они скинут скорость. Смотрите, рука уже на рычаге товарища капитана. Значит, он сейчас будет скидывать скорость. И если я не хлопнусь в трюк, то сильно утихнет ветер и станет слышно. А вот, видите, парк у меня товарища Ставина все выше и выше она приближается. А за ней, прямо напротив, находится он полагает куда-то дальше и дальше. На той его оконечной степени будет видеть Александр и Николай. Напротив которого тоже венчается спорем. Достойчивого Николая является одним из спецслужбейстов фирма про Джеймса Бонда с Роджером Муровым, который называется Бон Рейкер. Но парадоксальным образом именно в Сан-Николе, где хранятся мощи нашего с вами обожаемого Николая Угодника Чудотворца Санта-Клауса, да? Этот монастырь почему-то сгодился режиссёрам Джеймса Бонда исключительно для того, чтобы изобразить Бразилию. Поэтому Роджер Мур скачет по нему в пончо. Вот эта вот яхта, которую вы видите, сейчас я рассчитываю на то, что найдётся какой-нибудь читатель из города Еревана, который нам подскажет фамилию этого армянского олигарха, владельца этой яхты. Но прелесть этого судна, которое располагается здесь постоянно, прелесть состоит в том, что у неё портом приписки является Ереван. Кто был в Ереване, тот может напрячь своё воображение и представить себе, представить себе, насколько судоходен этот прекрасный город, река Роздан, протекающая у него там под стадионом, под рынком и в других местах. Но вот так вот национальная армянская гордость яхта парусная с портом приписки Ереван. Значит, чего этот монастырь? Мы посмотрим, можно ли там снимать внутри, когда мы до внутри доберёмся. Я думаю, если это будет трансляция, эта трансляция будет отдельная. Пока рассмотрим корму с армянским флагом и портом приписки Ереван. Кстати, если кто вчера обратил внимание россияне и профессиональное жюри и телезрители российские дали армянской исполнительнице первое место. Армения дала первое место Франции, второе Украине, если не путаю. А вот здесь памятник Аббату Мхитару, который является основателем этого самого движения Мхитаристов, которому подарен этот монастырь, подарено это место для того, чтобы они здесь проживали. Ну и здесь мемориальная доска пра лорда Байрона. Немножечко поправленная, видите, тут некоторое количество слов вырезано. Вот памятка о лорде Байроне, который о, я даже вам скажу, что там замазано. Там написано друг, а замазано армянского народа, погибший за освобождение Греции. Значит, лорд Байрон считается, что изучал в монастыре Святого Лазаря армянский язык, как сам он писал, что он изучает эту вермишель, но на самом деле у него просто был очень бурный роман с женой своего квартирного хозяина в Венеции, и он отдыхал от вот этой вот любовной интриги здесь, и изучал, как сам он пишет, эту вот армянскую вермишель, без большого успеха. Но действительно лорд Байрон жил в этом монастыре, действительно лорд Байрон изучал армянские буквы, другой вопрос, что он их не выучил, но это как бы ему не особо надо сказать, было надо, ему было важнее отдохнуть от романа, который его, насколько мы знаем из его писем, нервировал. Байрон вообще много где в Венеции жил, он жил и в Даниеле, он жил и в палаце Моченига Новая, и везде, где он жил, есть по мемориальной доске. Пребывание Байрона в Венеции запомнилось венецианцам, Байрону оно тоже запомнилось, поэтому Байрон написал большое количество драм и поэм, посвященных разным страницам венецианской истории, ну и в частности самое его известное в России произведение, в общем, послужившее значительной степенью вдохновения для Евгения Онегина как персонажа и как романа Чарльд Гарольд, там описывается бедственное положение Венеции в эпоху, когда она потеряла свою государственность, потеряла свою независимость и Байрон очень сурово бронит свою родину Англию за то, что она не протянула руку своей морской сестре в тот момент, когда эта помощь была очень нужна. Ну, руку сюда Великобритания протягивала не раз, в частности Генрих VIII свободное от своих шестиженит время участвовал в войнах Камбрейской Лиги в начале 16 века, правда, в основном не на стороне Венеции и воевал он при этом не в Венеции, а просто союзницей Венеции была Франция и Генрих VIII пользовался Камбрейской Лигой, пользовался возможностью заключить союз с Папой Императором для того, чтобы некоторое время пограбить собственно говоря континентальную Францию, а совершенно не Венецию сюда он не доплыл. Ну и в ответ в одном из эпизодов присоединилась Шотландия к этим войнам. Шотландия напала на Генриха VIII, напала на Англию и кончилось это для шотландцев как кончалось для шотландцев примерно все. Все их попытки победить англичан кончилось это катастрофически, поэтому Шотландия из этой лиги выпала на третьем из четырех этапов Камбрейских войн. На четвертом этапе уже вдвоем Венеция с Францией выступали, но кончилось это все довольно смешно. Камбрейская лига возникла в 1508 году для того, чтобы уничтожить республику Венеция. Для этого объединились вообще все, кто на этом континенте что-то из себя представлял. Объединились Папа, Император, Герцогство Феррарское, и в общем были все на одной стороне, а на другой стороне была светлейшая республика Венеция, а потом венецианские дипломаты всех их перессорили между собой, доставили Папу претендовать на Феррару, во втором этапе, который начался через два года Венеция уже воюет вместе с Папой, потом коалиция Венеции с Папой она вообще расширяется практически всех, кто воевал против Венеции, но в общем эту историю вы просто можете открыть Википедию и попробовать запомнить, кто там на каком этапе кого мочил. Кончилось это все возвратом к границам 1508 года, в частности в Вене, то в частности в венецианских владениях, а в 1508 году вся заварушка собственно говоря и началась. Венеция никогда было бы там не победить, но к счастью венецианские дипломаты отлично умели ссорить европейцев, которые не ждали специального приглашения, чтобы между собой поссориться. Это все никакого не имеет отношения к монастырю махитаристов, это я вам просто рассказываю потому, что экскурсия начнется не сейчас, а через некоторое время и более того, суть по тому, как моргает в этом месте сотовая связь, экскурсию, может быть, мне вам показать не удастся. Ну, тогда, значит, расскажу потом фотографии, покажу, как там Байрон жил, как там Сталин жил и как что. Да, да, должно виснуть, сейчас показывает, что хорошо, но в принципе время от времени отваливается, поэтому сейчас у нас, сейчас я докуриваю, будем прощаться до выяснения возможности, возможности транслировать изнутри или что там можно внутри делать. Ну, если что, я фотографии просто буду класть в Инстаграм, в Фейсбук. Вот, тут вот, видите, у нас курят наши армянские товарищи. Собственно, не будем нарушать их традиции, докурим вместе с ними и дальше пойдем изучать монастырь Самладзар в Далье Армении. Зря, что ли, мы до него сегодня добрались. На этом пока прощаюсь, там дальше посмотрим, что со связью. Да, ну-ка, Катмик, а что, помните ли вы, кому принадлежит эта яхта? Потому что шофер-то мой помнит, но он сейчас не смотрит эту трансляцию, к сожалению, и его не спросишь. Курение, безусловно, вредно, но самая вредная вещь на свете жизнь, потому что все, кто когда-либо жили на свете, они все умерли. Так что, в общем, наверное, правильная идея была бы не рождаться, чтобы не умереть, но родители мои меня не спросили. У меня нет конкретных планов, сколько я собираюсь прожить на земле и от чего умереть, поэтому как бы брать на себя самонадеянность, говорить, что я вот сейчас брошу курить, и тогда я узнаю точно, сколько могу прожить и в каком здравии, это, в общем, особенно после того, как я ушиб ногу в прошлом октябре, и полгода меня никто не мог вылечить от этого, да, и оказалось, что просто ушибленная нога без перелома, без вывеса, без разрыва связок, без ничего, это такая проблема, что не представлял себе до какой степени тяжкая медицинская, и хорошие травматологи советуют какой-то хрень, не могут поставить диагноз, да, в общем, пока израильская медицина не вмешался в эту историю, то, в общем, хромал я адски, теперь, теперь вот хожу уже без палочки, значит, спасибо, спасибо за внимание, значит, пока прощаемся, потому что явно там, где касса этого замечательного монастыря, там приема уже нет совсем никакого, посмотрим, как дальше в кельях на колокольне и в огородах, куда водит экскурсия. Ну да, Наталья, я совершенно с вами согласен, что в этом месте можно покурить, особенно, если братья-армяне заботливо предложили нам пепельницу. Собственно, воспользуюсь ею и прощаюсь с вами, пойду внутрь. Историю про Сталина можно прочитать очень подробно в моем ЖЖ. Товарища Сталина наняли здесь звонарем на колокольню, когда он сбежал из после ограбления банка знаменитого, в ходе которого погибло 18 человек, Сталин и кому были организаторами этого ограбления, и он сбежал в Европу, и он приехал в Анкону, его не взяли грузчиком, и он приехал в Венецию, его взяли звонарем в монастырь гитаристов. Но он больше времени, чем звонил в свой колокол, проводил на острове в Венеции, на континенте в Местре, агитировал местных анархистов, которые его прозвали Бепподигячо, то есть ледяной, ледяной сосо, и не не понравилось настоятелю монастыря, что человек нанялся звонарем, а сам занимается религиозной агитацией. Да, сегодня по большому каналу, и это вы можете посмотреть фотографии, например, в фейсбуке у Кати Марголес, она еще с утра выложила, там сегодня Вога Лонга, там сегодня заплыв на байдарках, и весь большой канал запружен байдарками до такой степени, что перекособочено на сегодняшний день все расписание в аппаретто. Но мы с вами в байдарках не участвуем, а вчера на нашей вечерней прогулке по Санта-Кроче мы видели большое количество и по Риальту, мы видели большое количество раскуроченных этих байдарок, поэтому и плывущих тоже видели и одиночных и пятерных и людей на каное видели на каяке так что более или менее я считаю, что вчера план был выполнен а сегодня у нас в программе армянские товарищи ну вы помните да, что англичане они уходят и не прощаются а евреи прощаются и не уходят так что я попрощаюсь с вами в 28 раз и попробую штурмовать армянский монастырь посмотрим что мне там скажут про его сегодня открытость и доступность спасибо чао спасибо спасибо спасибо